Я вас приветствую и с вами Александр и как всегда поговорим о ремонте квартир. Самый главный вопрос, как заказчику передать после ремонта квартиру в надлежащем виде? Из чего начинается ремонт? Поехали! И вопрос, с чего мы начинаем ремонт? Не вы, а мы. Мы начинаем ремонт, упаковываем окна, снимаем все пластики, снимаем домофон, упаковываем двери. Не только внутри, но и снаружи. Ну и конечно же. Подоконники. Почему это важно сделать перед началом ремонта? Вы получили квартиру, то есть купили, ждали ее, я не знаю, долго, недолго, но наступил тот момент, когда получили ключи. Когда получили квартиру, вы вошли в нее первыми. И вам нужен ремонт квартиры. Вы даете объявление, вы прозваниваете по фирмам. И вы нашли Аркадия, который будет делать вам ремонт. И вот передаете Аркадию ключи. Он завозит инструмент, завозит материал и начинает ремонт. Допустим, у вас предусмотрена гипсокартонная конструкция. Ну и естественно, Аркадий может не привык резать ножницами профи. Он берет профи, берет болгарку и режет профиль болгаркой. А искры направлены на стеклопакет. Может, Аркадий не позаботился, чтобы снять все эти пластики, розетки, выключатели. Только рамку снял, все оно поцарапано. Ну ладно, он этого не заметил. А может, Аркадий не позаботился, чтобы запаковать входную дверь. Ну, он думает, что работает аккуратно. Окей. А подоконники? Ну, он думает, я тут быстро, я тут ненадолго, раз-два и съезжаю. У меня уже следующий заказ есть. Поэтому, какой смысл на это все клеить? Окей. Приходит время сдачи объекта. Приезжает клиент, доволен, все красиво. А подходит и смотрит, что-то он тут заметил. Стеклопакет в крупинку. То есть, это все благодаря тому, что Аркадий резал профиль болгаркой, а не позаботился заклеить окно. И, конечно же, искры в сторону окна. И придется менять стеклопакет. Окей. Аркадий не позаботился о том, чтобы снять домофон, снять розетки. Они все поцарапаны. На данном объекте я насчитал 32 розетки. То есть, будем считать 30 злотых. Ну, мы в Польше, конечно, поэтому и в злотых. 30 злотых на 32. То есть, это 960 злотых. Плюс рамки. То все. То есть, 1000-1200 злотых выйдет. Это как минимум. Окей. Плюс домофон. Но двери. Повредил двери. Может, там грунтом чем-то там. Ну, в общем, повредь ждены. Ну, что с ними делать? Украсить? А может, лучше поменять? Финансы. Подоконники. Тоже грязные. Батареи. Все это грязное. Все это нужно чистить. Это время. Это деньги. Разве клиент будет тратить деньги на это все? Нет. Он стянет деньги с Аркадия. Он ему не просто не заплатит, а поменяет стеклопакет. Поменяет все розетки. Ну, а с дверьми что-то сделает. Либо просто поменяет, либо покрасит. Но это все деньги Аркадия. Аркадий потерял деньги. Понятно, что если вы тут какие-то переделки делаете, например, гипсокартонная конструкция потолка, да, или шпаклюете, упадет что-то на подоконник. Херякнет молоток и все, подоконник не цел. Ладно, это всякое бывает. Но, это поможет тому, когда вы закончите ремонт, шпаклюете, красите, грунтуете, это все капает. Капает на подоконник, капает на окно. Но, вам не придется потом тратить время, чтобы это чистить, чтобы это вымывать. Нет. Лучше потратить энное время, все это заклеить. Заклеить входную дверь. Поснимать все розетки. И вы, как только закончили ремонт, вы это все снимаете, выбрасываете мусор, ставите розеточки. Все чисто. Все целенько. Клиент доволен. И, конечно же, он вас отблагодарит. А, возможно, и нет. Но, надлежащую вам оплату, он вручит лично вам. Так что, желаю вам, дорогие клиенты, найти порядочную и добросовестную фирму для ремонта квартир. Ну, а еще вы можете заказать у нас дизайн-проект. Это всегда упростит работу для мастеров. С вами был Александр. И, конечно же, пройдите вот эту всю традицию подписка, колокольчик, комментарий. Ну, в общем, там знаете, как это все сделать. Не буду вам подсказывать, навязывать это все. Да пребудет с вами качественный ремонт. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok